Все ремонтные работы на дорогах Великого Новгорода должны быть завершены к 15 ноября. Контроль за выполнением тщательный, но находят и недочеты. Сегодня в очередной инспекционный рейд отправился мэр Сергей Бусурин. Алена Суфтина о маршруте городоначальника. Изменения видны на невооруженном взгляд. Нравится? Да. Ну, к сожалению, всегда больше упор делал не на историческую часть города, но мне кажется, что и спальные районы надо тоже благоустраивать и благоразовать. Благоустройством западного микрорайона в период глобального дорожного ремонта сезона 2019 занимались сразу две подрядные организации. Улица Нехинская попала в надежные руки Балтстроя. Претензий к подрядчику, заказчика работ нет. На Кочетово в солнечную погоду продолжает трудиться сетиком. Осталось всего ничего, доделать тротуары. Идеальную картину ровного асфальтового полотна портит разве что вот эта дыра. Чиновники поясняют, копать пришлось. Ремонт забившейся, хоть и бесхозной канализации, зона их ответственности. Это колодец бесхозный. Соответственно, приходится нам делать все равно, потому что хоть он на Балансе нигде не стоит, вот водоканал его сделал, пробил, продавил все. То есть и лососами вычистили оттуда весь мусор, песок, грязь и все. И будет заделано. На улице с весенним названием 8 марта бесхозных колодцев нет. Те, что на Балансе, меняют еще до укладки асфальта. И это тоже одно из условий выполнения работ в рамках национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Подрядчик СМУ-57 условия выполняет и уже движется к завершению контракта. Всего же в этом сезоне станут идеально ровными 35,5 километров дорог областного центра. Это 63 участка в разных частях города, на которые было выделено 460 миллионов рублей. Более 80 процентов дорог уже сделано, физически сделано. 135 миллионов рублей уже оплачено. И остальные документы на проверки, сметные документы на проверки для того, чтобы оплатить организациям задолженности у нас по оплатам нет. Все работы должны быть завершены до 15 ноября. Это условия и контракта, и дальнейшего участия региона в национальном проекте. Срыв сроков может дорого обойтись. А потому за каждым из подрядчиков следят специалисты стройконтроля. Теперь вся надежда на бабье лето и теплую осень без осадков. Алена Савтина, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.